Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну а мы продолжаем. Итак, сегодня у нас старт Лиги Чемпионов нашего турнира, в котором мы стремимся завоевать трофей. Итак, как только мы выиграем Лигу Чемпионов, сразу же заканчиваем карьеру за Зенит. Скорее всего, это в принципе уже последний будет сезон за Зенит. Посмотрим там по времени, за сколько мы что-то успеем, как там будет до выхода FIFA 22. Но я так предполагаю, что вот как раз последний вот этот третий сезон, наша последняя попытка выиграть Лигу Чемпионов. Все-таки в прошлом году дошли до финала, надеюсь, в этом у нас получится выиграть. Ну что же, начинаем сразу же. У нас первый тур против Юнг Бойса, играем на выезде. Это пока что самая легкая команда, которая нам только выпала из группы. Дальше у нас Челси и Лацо еще. Поэтому, ну как бы так, будем играть вот таким составом. Давайте вместо Дреуси я возьму Ригони. И вот таким составом мы выходим на матч против Зенита. Капитанскую повязку я, наверное, все-таки Пикфорду отдам. Поэтому посмотрим. Юнг Бойс против Зенита. Поехали. Итак, стоит Де Сьюз. Юнг Бойс принимает Зенит. Мы в Швейцарии. Первый тур у нас Лиги Чемпионов уже, получается, ну третьего сезона. Потому что в каждом сезоне мы и в первом, и во втором играли в Лиге Чемпионов за Зенит. И вот только во втором нам получилось достичь финала Лиги Чемпионов. Посмотрим, что будет в этом новом сезоне. Поехали. И Сердар Азмун выводит нас вперед. Отлично. 71-я минута. Первый такой у нас явный получился момент. И мы сразу же выходим вперед. Замечательный удар. 1-0. Сделаем замену флангового защитника. И все, заканчивается матч. Слава Богу, ну получилось нам одержать вот эту минимальную победу на выезде. Причем именно над этой командой, которая для нас, по крайней мере, должна была быть проходной до начала Лиги Чемпионов. Но, как оказалось, нет. Юнг Бойс очень сильная команда. Нам повезло действительно, что мы победили. Вот равная абсолютно игра была. Просто мы реализовали свой момент. У них, к сожалению, не получилось. Хотя моменты тоже были. Дальше нам предстоит очень тяжелый соперник. Это Челси Латсу. Хотя вот Латсу на выезде 3-0 вынесли Челси. Это очень интересно. Так, ну у нас приходит сообщение. Нам нашли правого нападающего. Как понимаю, это вместо Ригони, Микель и Розабаля. Нам по позиции, скорее всего, нужен игрок. Вот, например, Скофф. Ему 26 лет. Играет в Баруси Мюнхен-Гладбах. Добавим в список, почему бы и нет. 82 рейтинг. Неплохо. Так, и Джейдан Санчо. Его тоже добавим в список. Но вряд ли у нас получится его подписать. Поэтому будем, наверное, стараться подписать Скоффа. Вот. Но у нас есть еще и Родриго из Ливерпуля. Сейчас посмотрим. Его за 26 миллионов готовы нам продать. Так. Поэтому я даже и не знаю. За сколько примерно там мы можем продать Ригони? Ригони 5 миллионов. Ну, это 19 примерно. Еще что-нибудь выторговать попробуем. Он вообще выставлен? Да. Пассажир им тем более интересуется. Поэтому я бы все-таки попробовал сейчас договориться с Родриго. А с кем мы там еще, в принципе-то, договаривались? У нас сейчас, в принципе, никаких переговоров нет. Так. А у нас и нету центрального защитника. Вот в чем еще прикол-то. Мы же продали Ассорио. И теперь у нас просто нету центрального защитника. Вот я вспомнил. Миленковича мы вроде хотели подписывать. Что сейчас по этому парню. А он уже все. Не хочет к нам переходить. Тут уже все. И здесь уже не хотят. Никто с нами не хочет. Теперь вот. Вот Элведи только. Ему сколько там? 25. Лучи ими. И так у нас уже добавим. Так. Ну вот. С Элведи бы, если договориться. Но денег у нас все равно на такой трансфер не хватит. Но мы отправим. Отправим давайте по Элведи и по Родриго. Я не знаю. Вдруг появятся у нас откуда-нибудь деньги. Хотя бы попробуем договориться. Время, чтобы зря не терять. Эти игроки у нас будут, так сказать, на стадии переговоров висеть. Сейчас у нас игра против Уфы. Дальше мы играем с Тамбовым и Краснодаром. Поэтому я бы здесь с Уфой. Надо, кстати, посмотреть на какой строчке они идут. Они идут, кстати, на третий. Нам обязательно надо их выигрывать и обгонять. Там и Тамбов. Две победы из двух, я так понял, добыли. Поэтому вместо Таха выходит Лучиме у нас. Вместо Азмуна с Жезусом, я так понимаю, выходит Чалов и Шамуродов. Ну и все. Ну и давайте Лунева бы я выпустил. Потому что пиковая форма. Почему бы и нет. Все. А вот таким составом мы выходим. Зенит против Уфы. Домашняя игра в чемпионате России. Поехали. Газпром-арена. Зенит принимает Уфу в рамках чемпионата России. Поехали. И Шамуродов забивает. Отлично. Прошла эта передача. И в очень маленьком пространстве получилось Шамуродову забить. Вот это вот пространство между штангой и вратарем. И у него получилось этот мяч протиснуть. Но отлично. Обработал, ударил. Все. 1-0. Выходим вперед. Замечательно. Шамуродов забивает дубль. Ну вот просто ему повезло. Попал мяч в штангу. И прям аккуратненько ему на новую. И Шамуродов делает дубль. Прям как в Суперкубке России. Он тоже помог нам против Ротера. Мы тогда проигрывали 1-0 после удара со штрафного АИ. Валдор Шамуродов забил дубль. Мы выиграли благодаря его двум мячам. Суперкубок России. Вот сейчас тоже забивает этот парень дубль. И Элдор Шамуродов делает хэт-трик. Ну потрясающая игра сегодня Элдора Шамуродова. Он в прошлом у нас в выпуске стал героем. И сегодня тоже. Скорее всего встанет. Если сейчас не знаю, за две игры кто-нибудь не переосилит его. Но Шамуродов хэт-трик в домашнем матче против Уфы. Поздравляем его с замечательным результатом. И мы все-таки пропускаем. Ну какой сейчас, кстати, хороший бильярдный гол забивает Уфа. Агаларов в ворота Лунева этот мяч забил. Но здесь и не поспоришь. Удар был очень хороший бильярдный в самый нижний угол ворот. И все. Уверенная домашняя победа. Благодаря хэт-трику Элдора Шамуродова мы обыгрываем Уфу. Которая шла на данный момент выше нас в турнирной таблице. У нас, кстати, три удара в твор. Три гола. Шамурода 8,5 оценка. Ну абсолютно заслуженно. Итак, после третьего тура мы поднимаемся на вторую строчку. На первом месте только Динамо Москва. У них три победы из трех на старте. Десять забитых. Один пропущенный гол. Ну хорошая статистика у москвичей. Ну и постараемся их обыграть в очной встрече. Так, что у нас по переговорам. Родриго вроде как и не согласен. Но хотят за него 28 миллионов и 3 миллиона 700 тысяч зарплату. Также Элведи на полтора миллиона стоимость поднять. И 3,5 годовая зарплата. Поэтому, ну как-то так. Давайте пока у нас есть такая возможность. Я бы поподписывал вот этих игроков. Я не знаю, но сейчас у которых хорошая рыночная стоимость. А можно по вот этому, да, наверное, по убыванию. Вот. Поэтому нам это очень даже пригодится. Рыночную стоимость сейчас мы будем выбирать. Хороших таких прям футболистов. Я не знаю, до скольки. Либо вот этих только. Ну вот эту троицу можно подписать. У которых рыночная стоимость за 30 миллионов. Деньги у нас вроде как есть. Тут всего лишь, что нам, 3 миллиона придется из зарплатного бюджета вычесть. Это не такая большая потеря. Поэтому я бы их сейчас подписал. Я не знаю, они к нам сейчас придут или в... Да, они к нам сразу приходят. Они в трансерное окно. И все, мы их сейчас просто сдадим в аренду. И получим за них хорошие деньги. Вот. Вот эту троицу, которая рыночная стоимость выше 30 миллионов. И все. Сейчас будем наваривать на них деньги, сдавая их в аренду. И в наш трансферный бюджет эти денежки упадут. Так. Ну и к нам присоединяется вот Санчес. Я сразу же его выставляю в аренду. Джефферсон Фарфан. Франко Рибери. И вроде все. Мы только троих подписали. Больше там ни по кому сообщений нет. Поэтому все здесь уже мы выставляем общий рейтинг. Хуакин у нас тоже в таком плане. Но у него и рыночная стоимость 40. А, ну тут смотрите. Мы из-за того, что их наверное подписали, у них и рыночная стоимость повысилась. Поэтому вообще супер. Сейчас лишь бы предложения по ним поступали. Так, а у нас сейчас игра против Тамбова. Мы играем на выезде. Против Тамбова мы играли в матче за Кубок России. Вроде как 2-1 там победили. Или 3-1. Что-то в этом роде было. Так. Не будет играть Повар, как мы видим. Выйдет на поле Караваев. Также Лукуми выйдет вместо Аки. Хотя Лукуми очень недовольны болельщики его игрой. Не знаю даже почему. Вот. Вроде как неплохо себя показывает. Ну и Лунева давайте выпустим. Почему бы и нет. Там дальше у нас игра с Краснодаром. Вон там вот Пикфорд может быть и выйдет. Тамбов против Зенита. Поехали. Итак, Спартак-арена. Тамбов против Зенита. Чемпионат России. Четвертый тур. Поехали. Так. Ну и опасный штрафной. Сейчас не дай бог. Так и было задумано. Конечно все. Ну тамбов они причем и идут сейчас в чемпионате России. Почему-то высоко. Там на пятой строчке. Обухов нам забивает со штрафного. Уже второй гол в этом сезоне мы пропустили со штрафного. Прямым ударом. И Чалов сравнивает что-то отлично. Федор Чалов вышел на замену. Забил. Потому что мы пошли все в атаку. Вот такая тоже у нас сейчас атака прошла. Замечательно. Я не знаю. Давайте в атакующий мы все-таки останемся. А не все уже в атаку. Потому что играть в ничью с Тамбовым это тоже. Мне кажется. Такое себе достижение. Надо выигрывать их. И все. Финальный свисток. Заканчивается матч. Ничья против Тамбова на выезде. Еще и пропустили вот этим опять же скриптованным ударом со штрафного. У них вот один удар в створ. Зато мы тут и били, и старались. Все. А у нас только один гол. Ну и обух еще стал игроком матча. После четвертого тура мы опускаемся на третью строчку. У нас два очка отставания до московского Динамо. А если бы выиграли, то хотя бы сравнялись. Но у нас вторая ничья уже в чемпионате России. Так. Ну а у нас сейчас игра против Краснодара. Они идут на четвертой строчке. Мы практически делим третью. У нас у двух команд по 8 очков на старте. Поэтому давайте посмотрим, кто готов, кто не готов. Ну, Лунева я уж точно выпускать пока не буду. Все. Абсолютно вот таким составом. Потому что сейчас нам нужно набирать очки в чемпионате. Тем более Краснодар сильная команда. Будем выходить основным составом. Итак, Газпром-арена. Зенит против Краснодара. Поехали. И мы пропускаем. 18-я минута. Подача. Вроде как незамысловатая. Удар в ближний угол. Забивает Маркус Берг. Ну супер. Им повезло. Нам пока что нет. 1-1. Замечательно. Жезус еще в первом тайме. Забивает на 35-й минуте. Поздравляем мы Жезуса с первым забитым мечом в сегодняшнем выпуске. Азмун. И Жезус делает дубль и выводит нас вперед. Замечательно. 2-1. Зенит пока что одерживает волевую победу. Но это на данный момент. А вот еще и Дриуси забивает и делает еще 3-1. 68-я минута. Жезус на него отдает голевую передачу. Поздравляем еще и Дриуси забитым ничем. И Жезус. Он тоже делает хэт-трик сегодня. Прямо как и Альдор Шамуродов. Правда у Жезуса и соперник наверно был посильнее нежели чем Уфа. Но в любом случае поздравляем его с хэт-триком. И все. Финальный сесток. 4-1. Разгром Зенита над Краснодаром. Хоть и Краснодар вышел вперед именно первыми. Еще и на выезде у них это получилось. Но Зенит показал свой характер и забил 4 мяча. 4 удара в створ, между прочим, и 4 гола. 8,5. Оценка у Габриэля Жезуса. После пятого тура мы все так же на третьей строчке. У нас отставание в 2 очка над первым местом. И лидерство в 3 снизу до очка над четвертым местом. Поэтому вроде все спокойненько у нас. Ну что же, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жиз. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok